В исполнении популяции рыб ценных пород работа поэтапная. Миллионы мальков муксуна запустили в озеро Питомник зимний сор в конце весны, в мае. Спустя два месяца комиссия делает контрольный замер, чтобы посмотреть, насколько выросла молодь и какой вес нагуляла. Муксун, у него такое состояние в настоящее время, что очень мало производителей доходит до естественных нерестилищ. Поэтому вот такое искусственное воспроизводство дает основание для восстановления стада. Послан специалистов озера Зимний сор хорошо подходит в качестве ислей для муксуна. В нем холодная вода и отличная кормовая база. Кроме того, здесь нет конкурентов и числа других сиговых. После контрольного улова его внимательно изучают. Результат очень хороший, констатируют эксперты. Сумма гораздо превышает необходимое для закрытия контрактов количество. Примерно почти в полтора раза. Навеска тоже вместо плановой полтора грамма 2,11. То есть тоже превышает на 30%. То есть рыба выращена крепкая, здоровая, в количестве превышающем необходимой. Завершающий этап сложной цепочки воспроизводства – отправление молоди в большое плавание, в реку Иртыш. Технологически это снятие водозабора со шлюзовой системы. И вот он торжественный момент. Выпускной муксуна 2020. Из озера Зимний Сор рыба попадает сначала в протоку Гришиной, а дальше в реку Иртыш. За всеми манипуляциями внимательно наблюдают представители предприятий, ведущих свою деятельность на территории Югры. Специалисты общества «Лукоил Западная Сибирь» постоянно участвуют в подобных экологических мероприятиях и выделяют средства на искусственное восполнение в округе популяции промысловых пород рыб. Все довольны результатом. У всех получился полный выпуск, то есть выполнение договорных обязательств. И в будущем мы планируем с Югорским заводом повторить работу, то есть заключить вновь договор. Нас устроил этот партнер. Сохранение биоразнообразия водоемов является одной из приоритетных задач западно-сибирского «Лукоила». В этот раз при поддержке нефтяников порядка 7 миллионов мальков муксуна переселились в реки об Иртышского бассейна, чтобы вырасти и через несколько лет вернуться сюда на нерест. Сергей Ефимцев, Евгений Скляров. Специально для программы «Регионы Лукоила».